Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как встать на путь взросления? Понимаю, что очень много инфантилизма в моём поведении. Такой вопрос. Ну, если отвечать на ваш вопрос коротко, максимально коротко, то я бы сказал, наверное, что почаще спрашивать себя о том, что я могу. Вот. Не о том, что я хочу, не о том, что я должна, а о том, что я могу. Что я могу прямо сейчас? Прямо здесь? Вот. Вот ответ на вопрос, что я могу, он, в принципе, и даёт вот этот путь, как вы говорите, к взрослению. То есть это именно вот оно. Это именно, именно тот, вот именно то направление. Потому что я хочу, вот то, что хочу, отвечает ребёнок. За то, что я должен, отвечает взрослый. А, ой, за то, что я должен, отвечает родитель. А за то, что я могу, именно могу, вот за это отвечает именно родитель. Ой, именно взрослый. Вот. Вот. Поэтому ответ на вопрос о том, что я могу, прямо здесь, прямо сейчас, и является, а, как бы путём к взрослению. Вот. Ну, я думаю, что, а, у того, что вы называете инфантилизмом, тоже есть элемент взрослых, потому что инфантилизм, ну, вы являетесь инфантильной, а в том числе, потому что вы можете. Если бы вы не могли, то вы бы не были инфантильны. Поэтому говорить, говорить о том, что вы инфантильная, и это проявление невзрослости, на мой взгляд, не совсем корректно. Вот. Я бы даже сказал, что это обесценивающе по отношению к себе и по отношению к своей личности. Вот. Если вы инфантильный, значит, во-первых, вы можете её убить, а во-вторых, вам это для чего-то нужно. То есть есть у этого, так скажем, вторичные выгоды какие-то. у поводчика вы проявляете где-то как-то свою инфантильность. Без выгод, ну, без понимания выгод, своих выгод, на мой взгляд, невозможно как-то, скажем так, управлять этим, как-то контролировать это. Потому что взрослый человек это тот, кто понимает в какой-то степени, понимает то, что он может, понимает то, что он хочет, то есть понимает то, что ему нужно. Да? Вот. И принимает это в себе. Если, если вы не принимаете в себе то, что вы хотите, если вы с этим боретесь, если вы ищете какие-то, ну, обходные, может быть, даже где-то ложные, где-то скрытые. Ага, пути для того, чтобы это реализовать, вот, что вы не поступаете как взрослый. Взрослый принимает себя, взрослый, помимо всего прочего, принимает еще и свои ограничения, которые у него есть. Вот. Инфантилизм это, по большому счету, борьба. Это, по большому счету, борьба с ограничениями. Это непринятие ограничений. А также инфантилизм это, по сути дела, навешивание определенных ярлыков на человека. Вот. То есть, ну, вы взяли и обозвали себя условно. Инфантильный. То есть, повески на себя артируют. Взрослый так не делают. Взрослый, он, скорее, смотрит на то, что происходит, как бы, ну, по факту. Вот. Что происходит. По факту. Понимаете, да? Вот. А по факту происходит то, что человек может проявлять себя по-разному тогда, когда он хочет. Конкретно может в какой-то текущей для себя ситуации. Вот. Дело в том, что если вы хотите быть взрослым, Например? Например. Только потому, что вам кажется, что вы инфантильный? Что я могу вам сказать, что скрыбство у вас ничего не получится. Вот. Потому что... К взрослому идут. Идут. Не от чего-то. Понимаете? Взрослым не бегут от чего-то. Взрослым человеком, я бы сказал, просто являются, просто становятся. Взрослым. Вот. А инвентилизм предполагает то, что вы должны обязательно изменить. Инвентилизм предполагает то, что вы должны обязательно стать какой-то, когда вы как бы поймете, что у него все, я больше не инвентивно, вот. И вот это является, пожалуй, что проблемой. Поэтому первым шагом к тому, чтобы в кавычках «повзрослеть» нужно спросить себя, зачем мне это. То есть если я хочу повзрослеть, я хочу что-то изменить в своей жизни. Да? Вот. Зачем? Зачем мне это? Для чего мне это? Что я получу, когда это произойдет? Когда это произойдет, если это произойдет? Что я получу? Вот. Второй момент, на который вам, на мой взгляд, нужно себе ответить. Что я хочу? Ну вот, скажем так, буквально, что я хочу. И третий вопрос, это то, о чем я говорил, в принципе, все это время. Это то, что я могу, что я могу для этого сделать. Для того, чего я хочу. И вот уже от этих моментов вам нужно отталкивать. Очень важно сказать, что инвентилизм человеку нужен. Потому что инвентилизм – это детское, ну, детское такое состояние. Вот. Вот. Это детская такая позиция. Вот. И она необходима. То есть, необходимо человеку быть ребенком в какой-то мере. Вот. И если вы будете себе это запрещать, если вы будете запрещать себе быть ребенком, взрослый – вы не станете. Вот. Только если вы примете себя, примете свои особенности. примете свои какие-то аспекты личности, которые вам могут казаться какими-то неправильными, неоднозначными, может быть, может быть. Вот только в этом случае вы получите возможность стать, вероятно, той, кем вы являетесь. Вот. Вот. Как-то так я бы ответил вам на ваш вопрос. Поэтому сейчас, вот конкретно сейчас, меня смущает, пожалуй, только то, что вы хотите быть взрослым. Только потому, что вы считаете себя инфантильным. Вот это меня смущает. Так взрослый не останется. Так взрослый вам не станет таким образом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему аппету. Это позволит вам начать на собой работу. Это позволит вам сформулировать базовые постулапы для психотерапии. Это позволит вам как-то обозначить вот тот круг работ, который вместе с психологом вы могли бы провести. И начать, собственно говоря, эту работу проводить. Но я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи. Продолжение следует...